За пять лет в общественную приемную Единой России пришло около 20 тысяч югорчан. И только один процент обращений получил отказ. Об этом сегодня на площадке РИЦ Югра рассказали вице-спикер Окружной Думы Наталья Западнова и руководитель региональной общественной приемной, депутат областного ЗАГС Собрания Андрей Маргун. По словам народных избранников, Институт общественных приемных доказал свою состоятельность. В Югре работает в общей сложности 23 места встречи с гражданами. Тематика обращений стабильна. На первом месте жилищные проблемы и ЖКХ. Но есть и положительная динамика. Так практически в прошлое ушли вопросы обеспеченности местами в детских садах. Только за 2016 год депутатами всех уровней проведено более 130 приемов югорчан. Как отметила Наталья Западнова, некоторые заявления даже становятся инициативами по изменению законодательства. Андрей Маргун, в свою очередь, отметил, какие новшества ждут работу общественных приемных Единой России в ближайшее время. Очень много многодетных приходит. Это касается, знаете, получения земельных участков. И недаром на основе вот этих обращений депутаты Думы внесли изменения в закон, который позволяет получить компенсацию при необходимости, если человек не согласен, ждать очереди на выделение земельного участка. В этом созыве будет сделан определенный акцент на работу депутатов Государственной Думы, на их работу с федеральными органами власти, на их работу в территории. Сейчас введена практика региональных недель, которые проходят у депутатов Государственной Думы последнюю неделю месяца. Так проще им планировать свои поездки по округу, а общественным приемным подстроиться по этой графике, организовать работу. То есть общественные приемные должны стать эффективной площадкой по общению депутатов Государственной Думы не только с гражданами, но и с активистами партиями, активистами, общественниками муниципальных образований. Полную видеоверсию брифинга можно посмотреть на портале РИЦ Югра в разделе «Мероприятия». РИЦ Югра в разделе «Мероприятия»